Добрый день! В эфире программа «Разворот Сызрани» в студии Ольга Максимова. Сегодня мы поговорим про 16-й международный фестиваль «Серебряные трубы по Волжье». Заранее мы анонсировали нашего гостя, дидок Ольгу Витальевну, но, к сожалению, так получилось, что сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Владимир Николаевич Лисеевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Для меня, например, не к сожалению, а может быть и к счастью, с удовольствием пообщаюсь с радиослушателями и с вами. Спасибо. Я тоже, наверное... Ну, причины не такие уж серьезные того, что... Вернее, ничего трагичного не произошло. Ольга Витальевна не пришла по уважительным причинам. Но тема осталась прежней. Мы также поговорим про фестиваль «Серебряные трубы по Волжье». Телефон прямого эфира 984646. Также я вам напоминаю, что мы вещаем онлайн. Сайт www.hsizran.ru Слушайте нас там. Также записи этой программы вы сможете позже посмотреть тоже на этом сайте. Ну что ж, наверное, начнем. Владимир Николаевич, фестиваль рассчитан на целую неделю. Он начался он 13 августа, в начале этой недели. Какие мероприятия в рамках этого фестиваля уже прошли? Ну, во-первых, хотел сказать, что фестиваль в этом году действительно 16-й. И, как говорят наши гости, те, которые уже не первый раз приезжают и видят не один фестиваль, не только в нашей стране, но и в мире, они говорят, что 16 лет для фестиваля – это очень хороший и серьезный срок. И в этом году наш фестиваль проходит тоже, в общем-то, достаточно уникально. Он объединяет в рамках этого фестиваля еще три. Это и международный фестиваль художественного творчества «Мир вокруг нас», всероссийский театральный фестиваль «Лаборатория. Дети играют для детей» и Павловский фестиваль «Народов России под открытым небом». Ну и кульминацией праздника будет, конечно, Сызранский помидор, тот, которого все ждут, и не только жители города, но и наши гости уважаемые. И вот то, что сегодня отсутствие Ольги Витальевны, руководителя управления культуры, она тоже сегодня дает интервью на губернском телевидении, поэтому решили таким образом. И внимание вот к нашему фестивалю, особенно, скажем так, к Сызранскому помидору, к этому празднику, с каждым годом все увеличивается. И вот сейчас мы видим уже внимание средств массовой информации, в частности, и вашей радиостанции, телевидение, и в том числе пресс-тур, который приезжает, вот буквально сейчас мы их встречаем, наших гостей из Москвы. Ну, об этом мы, наверное, еще поговорим. Еще поговорим, но чуть позже. Столько мероприятий, сразу три фестиваля, в рамках, как бы, за одну неделю. Как удается это все уложиться в такой короткий срок и все это провести одновременно? Это наверняка очень серьезная работа. Ну, во-первых, да. Работа по подготовке очень серьезная и ответственная. И, что называется, у организаторов во время фестиваля, значит, с ними даже говорить невозможно, потому что настолько все сжато, сконцентрировано, и большая ответственность лежит, поскольку это и гости, которые к нам приехали из других стран, и коллективы, которые приехали из других городов. С ними надо со всеми решать вопросы и бытовые, и творческие, потому что это и творческие лаборатории. Помимо того, что видят наши зрители на площадках, естественно, участники фестиваля общаются внутри, между собой. Поэтому программа у них очень насыщенная. Ну, и надо понять тоже такую вещь, что если люди приехали к нам за многие тысячи километров, они хотят не только посмотреть, например, достопримечательности города, сызранили окрестности, в частности, вот наши гости из Марокко были и в Жигулевске, в Ширяеве на празднике «Вишневого пирога». Они у нас посетят город Самару. Но и пообщаться с коллективами, поработать у нас. Приехал великолепный исполнитель, педагог Вениамин Вениаминович Мисоедов. Он провел мастер-класс, великолепный. Значит, наши французские гости тоже, как у нас любят говорить, в шоке от его талантов, от его умения. То есть преподаватель с мировым именем и исполнитель. То есть вот вся эта напряженная работа, она как раз и интересна нашим гостям. Вот французские гости, они в нашем городе уже не впервые. А гости из Марокко в этом году, они, по-моему, вообще впервые в России, насколько я знаю. Ну, в России, наверное, нет, а в Сызране впервые. Какие у них впечатления от нашего города, от наших жителей, которые действительно как-то встречают их? Ну, впечатления, в первую очередь, вы сами понимаете, когда приезжают гости, хочется показать все самое лучшее. Мы дома встречаем гостей всегда правильно, и принаряжаемся, и готовим на стол самое лучшее. Мы стараемся тоже так сделать. Конечно, не все у нас так замечательно, как хотелось бы показать, но я думаю, что в любом случае город преображается постепенно. Здесь становится лучше, там становится лучше. Вот поэтому мы надеемся, что и жители города, да я и видел это уже на площадках, с огромным удовольствием встречают, в частности, вот марокканских гостей. Вчера у Дворца культуры «Авангард» была площадка, выступали, их очень замечательно встречали. По-моему, автографы брали. Но вот, к сожалению, у нас мало людей говорят по-французски, больше по-английски, а ребята знают французский язык. Ну, как-то встречу с жителями, можно им организовать такую, ну, действительно, с теми, кто очень часто. Я просто помню, в свое время я живу тоже в Сызрине достаточно давно, и года четыре, наверное, если не больше, назад у нас в моем районе, также возле Дома культуры, фестиваль «Серебряные трубы по Олжьям», было выступление замечательное. И я помню, что с французами мы также общались, правда, сидели на английском языке, и они, ну, очень интересные вещи рассказывали о своей стране, о своей культуре, также были восхищены именно Россией. Как бы не всегда это какие-то только положительные стороны есть, ну, в смысле, стороны положительные все, но просто не всегда это природа, не всегда это какие-то достопримечательности, они также были восхищены еще людьми, которые живут здесь у нас, что это очень добродушные и приветливые люди. Как-то нет у них желания пообщаться, например, со зрителями? Я думаю, что такое общение происходит. Собственно говоря, наши музыканты, которые принимают участие в фестивале, это и муниципальный духовой оркестр, это детский духовой оркестр школы искусств номер 2 имени Аркадия Островского, другие коллективы, они же общаются. То есть наши, я не говорю, что мы против какого-то общения на улице, но вы понимаете, что для этого нужен, в первую очередь, и переводчик, и время, поскольку вот, допустим, вчера они выступили на одной площадке и переехали на другую, поскольку коллектив небольшой, их 6 человек, достаточно мобильный, и мы стараемся, чтобы максимальное количество жителей города могли увидеть их искусство, поскольку вот именно гости из Марокко представляют Королевский симфонический оркестр Марокко, и вот руководитель Джамал Бахнуш, очень замечательный сам исполнитель, то есть вот этот вот коллектив мы постарались, чтобы максимальное количество жителей города увидел. То есть общение происходит, они посещают магазины, то есть мы стараемся, чтобы максимально они увидели Россию в лице Сызрани, вот эту глубинку, потому что и французские же наши гости, которые приезжают, они всегда говорят, вы не понимаете, в каком замечательном месте вы живете, вы видите людей, вы можете с ними общаться, нет вот этого бега стремительного, как в больших городах. Ведь, как сами французы говорят, Париж — это не Франция. Поэтому вот Сызрань, как Самарскую область мы называем сердцем России, Сызрань — это тоже частичка России, причем вот самая настоящая, без каких-то там прикрас, и такая, какая она есть. — Ну а какие-то интересные казусы были? Графика очень серьезная, очень плотная, как бы у гостей нашего города, ну какие-то такие интересные моменты? — О, вы такие вопросы задаете, но не все же можно рассказывать в прямом эфире, конечно, бывает, вот вы понимаете, что это разные культуры, разные люди приезжают, некоторые вещи их очень удивляют, некоторые мы вот сходимся, ну я попробую до конца передачи что-нибудь такое вспомнить. — Хорошо, спасибо. Какие мероприятия у нас запланированы, до конца фестиваля осталось совсем немного времени, какие мероприятия запланированы сегодня, завтра, воскресенье? — У нас продолжится выступление на площадках, насколько я помню, у нас ДК-строители, у нас поселок Сердовина, там будет концерт, ну завтра у нас главный праздник, у нас будет и шествие по улице, у нас будет главная концертная площадка на площади Центральной. Ну вот, я не хотел бы все сюрпризы выдавать, я думаю, что жители города, те, кто любят праздники и фестивали, обязательно приходят. И вот, что я замечаю, с таким настроением хорошим люди приходят, и наши музыканты, и наши, и гости отмечают именно культуру нашей публики. Вот, когда была церемония открытия, полный зал в драматическом театре, первое, что я услышал по окончании концерта, когда мы общались неформально уже после, потому что до начала выступления с музыкантами говорить невозможно. Вот когда выступили, выдохнули, тогда можно о чем-то задавать вопросы. Они отметили в первую очередь уровень культуры нашей публики. Говорит, как они чувствуют, как они понимают, как вовремя аплодируют. Ну, это дорого стоит, приятное. Хорошо, спасибо. Тему сюрпризов вы затронули, все-таки есть такой вопрос. Открытие фестиваля прошло очень ярко, очень красочно, необычно. Были в восторге все, и иностранные гости, и жители нашего города, все, кто присутствовали просто на открытии фестиваля. Какие-то сюрпризы. Ну, завершающий концерт должен пройти, понятно, тоже очень интересно. Нельзя повторяться. И если открытие прошло так ярко, то, наверное, закрытие должно пройти. Еще ярче. Ну, какие-то сюрпризы, какие-то моменты можно уже раскрыть? Ну, конечно, вот вы понимаете, мы говорим, что что-то должно быть всегда понарастающее. Если уровень фестиваля достаточно высок, то есть нам не уронить планку. Вот подниматься выше, ну, я думаю, что уровень выступлений и наших коллективов, Сызранских, уж о чем мы говорим, если наш муниципальный духовой оркестр Играет вместе с Вениамином Мясоедовым, человек, который, простите, Переиграл в саксофонной дуэли президента Соединенных Штатов, Бывшего тому назад несколько лет, Билла Клинтона. Ну, это... Сами понимаете, он играет не самые простые вещи, И он требует от оркестра высочайшей культуры и качества исполнения. И когда он отыграл с нашим оркестром, он сказал браво музыканту. Вот. А то, что касается сюрпризов, они обязательно будут. Я думаю, вот этот сюрприз сейчас на протяжении недели готовится в летнем клубе «Планета дружбы», там у нас работают... Вот если скажу, вы поймете, какой сюрприз. Работают мастера, вот. И их работу мы должны увидеть 18-го числа, Работают прямо от зари до заката, что называется, чтобы успеть. 18-го числа где мы сможем увидеть? 18-го в детском парке. В детском парке мы увидим этот сюрприз, да. Вот. И церемония закрытия у нас традиционная. Музыканты, они такие творческие люди, Что даже они иногда предвосхищают какие-то вот наши пожелания И делают такие вещи, чтобы они были действительно интересны зрителям. Вспомнить, вот несколько лет тому назад у нас был уникальный состав. Я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, более 300 человек стояло одновременно на сцене. Это были сводный оркестр и сводный хор. Пели все вместе, пели и французы, и наши. Я уж не помню, кто тогда выступал, но это было незабываемо. Мурашки по коже, потому что такой состав. И все это у нас в Сызрани. Ну, помимо гостей из Франции и Марокко, кто еще выступает в рамках фестиваля? В этом году у нас, если так вот назвать по нашим руководителям коллектива и почетным гостям, Это коллектив Светислава из Сербии. Их приехало больше 40 человек. Руководитель Максим Брекич. Ну, это танцевальный коллектив. Впервые в рамках фестиваля приглашается еще и танцевальный коллектив. Вы понимаете, мы не ставим такие четкие припоны, потому что коллективы разного формата хотят приехать. Это и хореографические, это и фольклорные коллективы. То есть основа, да. Основа, как бы мы говорим, что это, да, духовая музыка. Но в том числе, если приезжают другие коллективы, я думаю, что они не портят фестиваль. Вот коллектив Максима Брекича, он был уже в Сызрани в 2003 году и повторно к нам приезжает. Решили вернуться, значит, понравилось им у нас. Мы очень рады. Да, коллектив, вот квинтет Королевского симфонического оркестра из Марокко, Джамал Бухнуш, руководитель, достаточно молодой человек. Кстати, мы разговаривали с ним. Нам ведь интересно, как происходит, вот как у них обучают музыкантов, как он попал в оркестр, какая вообще система воспитания детей именно в плане художественного и музыкального образования. Так вот он сказал, у нас нет, к сожалению, такой системы, как у вас, вот этих детских школ искусств, где, собственно говоря, за чисто символическую плату дети могут и бесплатно, и, так сказать, за небольшую плату получать музыкальное образование художественное. У них за всё платят родители. То есть это у нас, говорит, хотят родители, чтобы ребёнок стал музыкантом, художником. Частные уроки. Ну, у них есть, я так понимаю, педагоги, школы, но всё это только за полную стоимость, и всё лежит на плечах родителей. Поэтому они тоже очень были удивлены, что в городе столько у нас детских школ искусств, всё содержится за счёт муниципального бюджета. Вот так что. Ну, хочу ещё назвать Рене Костелена. Рене Костелена – это представитель Франции, представитель член административного совета Еврооркестрии. Он сам композитор, музыкант. Он когда-то возглавлял военный оркестр и является майором. То есть у нас, когда выступает наш военный духовой оркестр, Рене Костелена обязательно одну песню, но дирижирует. Потому что он, во-первых, и сам музыкант, профессионал, и с огромным удовольствием играет, дирижирует нашим духовым оркестром. И ещё хочу назвать Наталью Кривопуст. Это руководитель школы традиционной культуры «Махоня» из города Москвы. Великолепный коллектив она привезла. Обладатель гран-при, лауреатов международных всероссийских конкурсов. В этом коллективе занимается более 130 детей в возрасте от 5 до 13 лет. А сама Наталья наша землячка-выпускница колледжа искусств имени Ольги Николаевны Носцовой. То есть она жила в Сызране, училась в Сызране, и теперь перевезла всю нашу Сызранскую культуру в Москву и обучает детей там. Да, да, вот она там поднимает культуру в Москве. Тоже очень приятно для нашего города. Владимир Николаевич, уже завтра в 17 часов в парке «Гномик» состоится фестиваль «Ещё один». Сызранский помидор этот праздник прославил, наверное, Сызрань не только даже на территории Самарской области, но и на всю Россию. Какие-то традиции этого праздника можете рассказать уже сейчас? Я прошу прощения, на этот вопрос мы ответим чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Это радиостанция «Ехо Москвы»? Да, 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 это «Ехо Москвы». Мы вас слушаем, вы находитесь в прямом эфире. Можете задать свой вопрос. Здорово. Меня зовут Леонид. Вы знаете, у меня не то чтобы вопрос, я хочу просто выразить искренне благодарность за то, что к нам в наш город приехали такие гости. Но в первую очередь, конечно, тем людям, которые занимаются культурным наследием нашего города. Огромное спасибо. А вопрос такой, может быть, есть в планах какие-то подобные мероприятия еще? Спасибо. Спасибо за вопрос. Леонид? Ну, я понимаю, что имеется в виду, наверное, фестивальное движение развития каких-то вот таких мероприятий. Но я хотел сказать, что у нас в городе проходит много мероприятий. Ну, пожалуй, конечно, самое крупное такое зрелищное – это вот «Серебряная труба по Волжье». Еще у нас проходит фестиваль «Роза ветров. Хранители. Москва-Сызрань». Это один из… Сызрань – один из городов, где проходит этот фестиваль. Фестиваль уже более 15 лет. Очень высокий уровень исполнительского мастерства показывает. Очень серьезные жюри приезжают. Вот. Но он, конечно, больше проходит во внутренних залах. Конечно, есть определенные у нас планы и наработки. У нас в городе, я бы сказал, вы знаете, если не фестивальное движение, то вот, думаю, вы обратили внимание, при поддержке также вот администрации города проходит «Сабантуй» – праздник татарской культуры. Он уже даже вышел больше за праздник национальный, он уже практически стал у нас общегородским. И мы сейчас думаем о том, чтобы какие-то подобные еще праздники массовые гуляния проводить с большим размахом, с большим интересом. Смотрим, как это делается в других городах. Думаем, потому что я считаю, что вот не то, чтобы там надо всех оторвать от телевизора или от компьютера. От компьютера надо отрывать, потому что только живое человеческое общение – вот это самое главное. То, что как глаза в глаза… А это мы можем сделать только вот, когда мы будем вместе собираться в какие-то проводить мероприятия. Ведь цель, допустим, любого фестиваля – это не только общение между музыкантами, не только вот красивые концерты и так далее. Это ведь и приобщение всех к культуре, приобщение к творчеству. Кто-то посмотрел, захотел заняться, может быть, ребенка своего направят в школу искусств и дальше в колледж. Не обязательно все станут профессионалами, но вот любовь к музыке, к своей национальной, будь то русской, татарской, мордовской, какая бы ни была – это очень и очень здорово. Вот хочу обратить внимание, насколько сербы и вот другие страны, ну, в частности, вот сейчас сербский коллектив приехал, насколько они берегут и хранят свою культуру. То есть они приезжают к нам, они не показывают что-то, они показывают именно свое творчество, свою культуру, свои национальные наряды. Поэтому, я думаю, спасибо за звонок, спасибо за высокую оценку, это очень приятно слышать. Спасибо. Спасибо еще раз Леониду. Возвращаясь я к своему вопросу, но, скорее всего, озвучим мы его уже после выпуска новостей. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Разворот в Сызране». Телефон прямого эфира 984646, свои вопросы вы можете задать, позвонив по этому номеру. Также я напоминаю, что у нас действует сайт эхосызрани.ру. Еще раз добрый день, в студии Ольга Максимова. Я напоминаю, что в эфире программа «Разворот в Сызране». В гостях у нас сегодня заместитель и глава администрации Владимир Николаевич Лисейчев. Еще раз напомню, номер студийного телефона 984646. Звоните, задавайте свои вопросы, возможно, выскажите какие-то свои пожелания, какие-то приветы, возможно, передадите гостям нашего города. Также я еще раз напомню адрес нашего электронного сайта www.эхосызрани.ру. Владимир Николаевич, давайте продолжим. Перед выпуском новостей я озвучила вопрос, касаемый Сызранского помидора, традиции этого праздника. То есть, какие были изначально, какие сохранились до настоящих времен, какие мы сможем увидеть завтра в парке «Гномик» уже вечером в 5 часов вечера. Хотелось бы услышать. Самое главное, я думаю, сохранился праздник. Это уже стало действительно традицией. Каждый год устроители, организаторы, управление культурой, информацией, рекламой стараются, конечно, внести какие-то коррективы в плане изменения, нововведений. Мы смотрим, что приживется, что не приживется. Потому что ведь и участники фестиваля, они каждый год Сызранского помидора разные. То есть, на настоящий момент это не только выставка, это не только шествие, это не только концертная программа, но это еще и город мастеров, это участие наших гостей. В этом году мы ждем из территории, прилегающих к Сызране, к Самарской области, ряд гостей, которые приедут тоже поделиться своим творчеством, своими умениями, своими наработками. Мы ездим, смотрим другие праздники, такие как Сенгилей, у них есть праздник блина, Ширяева, праздник вишневого пирога. Каждая территория, конечно, хочет привлечь к себе туристов. Вот это одна из задач, которая, в общем-то, и ставится. И праздник для жителей, и, конечно, туристы. Праздник Сызранский помидор уже, как вы правильно сказали, уже его знают не только, действительно, в Самарской области, его знают в России. И вот мы полгода тому назад участвовали в Москве в выставке туристической, где представляли город Сызрань. И, собственно говоря, в основном знают Сызрань по двум вещам. Сызранский помидор и матрешка батл. Хорошо, спасибо. Я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы? Здравствуйте. А вас беспокоится Бростовская площадка, Нина Ивановна. Подскажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, у нас в этом году Бростовская площадка вообще выпала из фестиваля «Серебряные трубы» по Волжье. А раньше у нас все время, во время проведения фестиваля, была около ДК «Пластик» площадка, и проходили там выступления участников фестивалей. Нам бы хотелось бы знать, в перспективе, может быть, на следующий год планируется организация где-то открытой концертной площадки в микрорайоне. Ведь у нас в микрорайоне детская школа искусств номер 2 имени Островского, да, которая всегда очень активно принимает участие и детские коллективы этой школы в фестивале «Серебряные трубы» по Волжье. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Спасибо за вопрос, согласен с вопросом. Хочу что сказать, ну, город у нас большой и широко разбросанный, и, конечно, мы хотим охватить все площадки. Вот если у нас в ДК строитель будет, я понимаю, что это не Овросовская, но все-таки не так далеко. Значит, да, конечно, этот вопрос рассматривается, и мы никогда не теряли из вида Овросовскую площадку. Просто говорю, в этом году мы взяли новую территорию, в частности, вот поселок Сердовина, где никогда не проходил фестиваль, мы решили там тоже жителям показать. Вот, но на Овросовской площадке перед торговым центром Овросово есть замечательная площадь, которую можно использовать для проведения мероприятий. Собственно говоря, мы там и проводили мероприятия и в День Победы, я думаю, и в День города будет мероприятие проводиться. Конечно, замечания ваши принимаем, и будем работать обязательно в этом направлении, потому что, как бывшему директору ДК «Пластик», мне, конечно, этот район очень знаком и родной стал, и замечательные там люди, замечательные ребята, которые занимаются. Сейчас вот таким объектом культуры, конечно, является детская школа искусств номер два, которая обладает огромным потенциалом, и мы надеемся, что и в будущем мы будем развивать там не только, так сказать, творческую составляющую для детей, но и для взрослых. Так что, обещаю, что мероприятия на Овросовской обязательно будут. Хорошо, спасибо. Возвращаясь все-таки к празднику «Слезеранские помидоры» и к его традициям. Изначально была традиция таких помидорных боев, когда люди кидались помидорами. Сейчас эта традиция ушла. В чем причина? Как-то она перестала быть популярной, или люди не хотят пачкаться, или вот с чем это связано? Ну, понятный вопрос, и да, и он уже не первый раз звучит. Вопрос в том, что как бы все сравнивают те праздники, которые проходят за рубежом, например, там апельсиновые баталии, есть и томатные баталии и так далее. Да, это было в празднике. Знаете, получилась как бы негативная реакция жителей. Все-таки «Сызрань» и «Помидор» — это слова связаны. Вот, понимаете, «Волгоград» и «Помидор» не связаны. Хотя, возможно, в «Волгограде» в десятки, там в сотни раз выращивают больше помидор в производственным, таким промышленным способом. Здесь у нас помидора промышленным способом не выращивается. Я специально говорю «помидора», так, как говорят «Сызрани». Да, с уважением. Вот именно с уважением к ней относятся, потому что она стоит больших, огромных трудов. Это рассаду, которую в январе, феврале высаживают, ее пикируют и прочее, прочее. Пока вырастешь, и в основном это же все тепличное, поэтому труд огромный. И когда вот этими вот томатами, хоть и привезенными, собственно, сызранскими не бросались, ими, простите, убить можно. Вес-то больше килограмм бывает. Вот, конечно, это были из «Волгограда», это была некондиция, но все-таки был негатив со стороны жителей по поводу того, что как-то вот это все... Возможно, в будущем мы переборем, может быть, мы придумываем, это будет баталии из кетчупа. Будем думать. Вот, в частности, у нас сегодня мы встречаем журналистов, СМИ московские, там РИА Новости, Рата Ньюз и Комсомольская Правда и другие. И представители туроператоров, те, которые знают и видят очень много по миру, по стране. И говоря о въездном туризме, мы, конечно, предлагаем Сызрань, в частности, как один из маршрутов. Вот, и Сызранский помидор, как событийный туризм. Вот, поэтому, я думаю, когда у нас будет обсуждение, мы планируем такой круглый стол, и вот их в качестве экспертов будем привлекать, что они нам посоветуют, что у нас здорово, чего, возможно, нам не хватает. Поэтому мы работаем, думаем, но вот так вот резко сказать, что завтра у нас помидорная баталия будет бросаться помидорами, я бы не хотел. Все-таки это, либо это должно прийти постепенно, как бы, да, скажут жители, да, нормально, и можно, и ничего страшного. Не хотелось бы получать негатив. Ну, то есть люди, они сами добровольно выходят, выходили, вернее, кидались помидорами. Собственно говоря, это было каким образом? Это был такой большой бассейн, в который вываливалось несколько тонн помидор, и в нем там устраивались баталии, бросались, значит, падали. Ну, в общем-то, вот в таком... Вкусный очень праздник. Вкусный. Я думаю, что вот можно пробовать помидоры, я не знаю, тут у нас такие вещи делают из помидоров, начиная от варенья и заканчивая наливкой, а уж какие консервации делают, какие салаты, угощения, это просто фантастико. Кстати, это тоже можно увидеть и попробовать на празднике Сызранские помидоры завтра. Конечно, конечно. Хорошо, спасибо. Ну, попробовать я не знаю, всем, наверное, не хватит, потому что у нас завтра и туристический поезд прибывает, порядка 300 человек в город. Это тоже, кстати, впервые, вот вы говорите, чем знаменатель. У нас будет пробег, порядка 70 велосипедистов по городу, тоже в рамках туристического такого вояжа. Поэтому, видите, вот Сызранские помидоры уже становятся популярными, и все больше и больше людей хотят увидеть этот праздник. Что касается велосипедистов, как вы привлекаете вообще людей к таким мероприятиям? То есть это объявления, это какие-то действительно участники постоянной фестивалей разных, сотрудники, работники домов. А можно я не буду выдавать тайны? Вот все-таки это уже наши определенные наработки. Я сейчас расскажу, вдруг кто-то это оставим. Пусть это будет маленькой тайной, но... Просто мне интересен тот момент, что в СМИ информации, ну, такой вот действительно обширной информации заранее особо как бы не встретишь. Может быть, кто-то из обычных жителей также хотел принять участие, увидел бы там какое-то объявление по телевидению, по радио, слышал информацию, позвонил и сказал, я тоже хочу принять участие, там, на велосипедах проехаться или еще что-то. Вот как. Или также, например, на празднике Сызранские помидоры. У нас район Засызран славится этим овощем. Они также принимают участие. Вот как это все происходит, организация. Это действительно постоянные люди, которые из года в год принимают в этом участие? Или все-таки можно к вам прийти и попроситься? Прийти можно и нужно. Я вам скажу, что вот в преддверии серебряных трупов, вот вы говорите, допустим, там не было рекламы. Телефон в Управлении культуры не умолкал. Во сколько, когда, где, расскажите и так далее. Ну, естественно, информация идет и на телевидении, информация идет и в газетах. Но могу только порекомендовать, уважаемые жители города Сызране, выписывайте муниципальную газету «Волжские вести», будете в курсе всех вестей. Ничего, что я так прорекламирую нашу муниципальную газету, которую, кстати, я лично выписываю и никогда не переставал. И «Волжские вести», и «Волжские вести» в субботу. Потому что, ну, быть в курсе новостей, быть в курсе всех событий, это всегда очень удобно. Ну, то есть стать участником любых фестивалей, ну, практически любых фестивалей. Понятно, что если ты не музыкант, ты не сможешь принять участие там в «Серебряных трубах» положения, но, в принципе, это реально любое человечество. В Сызранском помидоре, конечно. А в фестивале, ну, приходите на площадки, слушайте музыку, танцуйте, это не возбраняется, подпевайте. Хорошо, спасибо, у нас есть телефонный занок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Вы в эфире в Москве Сызрани. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Хотел бы задать вопрос. У меня вот ребенку 10 лет, ну, как бы все родственники, так говорят, у нее есть актерские данные. Где можно в нашем городе посетить кружки или самодеятельность, чтобы вот ребенка пристроить туда-куда, куда-нибудь? Понял вопрос, а где вы живете, в каком районе? В каком районе? Алло. На Монгаре. На Монгаре, на Монгаре. На Монгаре, да. Я почему задаю вопрос, просто думаю, что вам порекомендовать, где поближе и так далее. Ну, и не важно поближе, самое главное, чтобы было куда сходить. Было качество, да, обучение. Ну, если вы хотите действительно, если есть театральные задатки, то могу порекомендовать детскую школу искусств номер 4 у вас на Монгаре и очень великолепный театральный коллектив детской школы искусств номер 1 на улице Советской. Директор Монова Марина Михайловна, телефон я, к сожалению, сейчас не помню, но, думаю, вы знаете, это розовое здание напротив ЗАГСа. Приходите, и ребенка посмотрит педагоги и предложит вам любые формы занятий, так что приходите. Спасибо большое. У нас еще небольшой перерыв буквально на 2 минуты. Я напоминаю, что вы слушаете «Разворот в Сызрани». В гостях у нас сегодня заместитель и глава администрации Владимир Николаевич Лисеевичев. Оставайтесь с нами, у нас еще есть несколько. Еще раз здравствуйте. Я напоминаю, что в студии Ольга Максимова сегодня у нас в гостях в программе «Разворот в Сызрани» заместитель и глава администрации городского округа Сызрани Владимир Николаевич Лисеевичев. Владимир Николаевич, времени осталось совсем немного. Давайте коротко, мы уже затрагивали сегодня дважды тему информационного тура в наш город. Кто гости, кто к нам приедет и какова программа этого тура? Программа тура начинается сегодня. Собственно говоря, гостей уже встретили, привезли из аэропорта. Вот в настоящий момент буквально с эфира я поеду с ними встречаться. Гости в основном из Москвы. Организатором и инициатором является агентство Самарское и, в общем-то, департамент по развитию туризма Самарской области. То есть цель, которая ставится, это показать событий на туризм в Самарской области на примере Сызрани. Ну а если глобально, то, конечно, это пиар города, пиар праздника, то есть, опять же, привлечение туристов. Наша задача, конечно, наладить въездной туризм. Я вот немножко отвлекусь от темы, может быть, скажу, что у нас уже создан и работает межмуниципальный совет по развитию туризма. И там председателем является Виктор Ильич Хлыстов. Там 15 территорий Самарской, Ульяновской и Саратовской области. И те, которые решили объединиться, чтобы наши ресурсы каждого из небольших городов объединить с тем, чтобы сделать, ну, что-то типа, ну, знаете, кольца малых городов, по Волге и еще чего-то. Конечно, такое сотрудничество есть и на уровне областей, но нам между городами это даже удобнее. Вот при поддержке туроператора, того Самарского, который развивает внутренний въездной туризм, мы хотим, вот, уже постепенно налаживаем эти туры. С тем, чтобы и школьные туры можно было познавательные, и просто для жителей Сызрани посмотреть, окрестности для жителей этих территорий посмотреть. Вот, то есть работа в этом направлении ведется, и вот продолжением это именно вот этот инфотур, который в течение вот трех дней будет Сызрани, гости, представители федеральных средств массовой информации, это РАТА Ньюз, это РИА Новости, это Комсомольская Правда, пресс-секретарь Российского Союза туроператоров, вылетела фамилия, но имя замечательное Ирина. Ирина Вадимовна приезжает, тот человек, который лучше всех и серьезнее всех пишет о туризме, поэтому всех мы сегодня встречаем, и вот с ними мы и поговорим. То есть они посмотрят, возможно, что-то нам и подскажут, потому что мы уже с ними общались в пресс-туре по Волге, посещая малые города России, Плёс, Мышкин, смотрели, в частности, как там все это развивается, как там все это работает. Поэтому, ну вот, туризм, конечно, очень тяжело сдвинуть с мертвой точки, мы очень много делаем, и, конечно, обращаясь к жителям города, очень хотелось бы сказать, что это наша совместная работа, если к нам поедут туристы, то это и деньги мы сможем зарабатывать, и гостей встречать, будет развиваться въездной туризм, это и гостиничный бизнес, это и ресторанный бизнес, собственно говоря, это все на благо, опять же, города и его жителей. — Ну, я так понимаю, то, что участники этого информационного тура также будут посещать те мероприятия, которые будут доступны в ближайшие дни всем горожанам? — Да, безусловно. Они примут участие и в праздновании Сызранского помидора, в празднике, и мы покажем фестиваль «Наш серебряные трубы» по Волжье, ну и отдельно, конечно, мы покажем просто экскурсионные возможности нашего города. — Хорошо, спасибо. Как бы ни было обидно, возможно, как бы нас это не расстраивало, но фестиваль «Серебряные трубы» уже в ближайшие дни заканчивается, в воскресенье завершающий галоконцерт. Будем ждать следующего года с нетерпением, когда снова гости иностранные, не иностранные коллективы приедут в наш город, и снова как бы будет праздник. Ну, совсем скоро нас ждет другое яркое событие для нашего города — это День города. Какие-то, возможно, сюрпризы, какие-то моменты, связанные с празднованием этого дня, можете уже сообщить? — Вы хотите быть первыми, кто это скажет? Да, конечно, сюрпризы будут. Ну, во-первых, в этом году мы праздник проводим несколько раньше обычного — 1 сентября, 31, 1 и 2 сентября в эти выходные. Вот, поэтому, в общем-то, для организаторов достаточно сложно из одного праздника и фестиваля быстро перейти в другой, но так сложилось. Сложилось потому, что, в общем-то, мы празднуем вместе с Сызранским нефтеперерабатывающим заводом, который отмечает 70-летие в этом году, и мы решили, чтобы объединить ресурсы и возможности, сделать один большой красивый праздник. Вот это будет проходить 1 сентября. Будут уникальные вещи, будет впервые в нашем городе общая городская линейка проведена. Будет артист, ну, наверное, о нем уже все знают, но, по крайней мере, не я это скажу в эфире, да. Ну, я так считаю, что это звезда. Первой величины, значит, на нашей сцене выступать будет лазерное шоу, будет, конечно же, фейерверк, вот, и будет масса других интересных моментов, поэтому с огромным удовольствием приглашаю жителей города на праздник, на день рождения своего любимого города. А город, я думаю, любимый, потому что мы в нем живем. — Хорошо, спасибо большое, Владимир Николаевич. Я напоминаю, что вы слушали программу «Разворот в Сызрани». Сегодня в гостях у нас был заместитель главы администрации городского округа Сызрани Владимир Николаевич Лисичев. Владимир Николаевич, вам слово, можете попрощаться с радиоуслушателями, пригласить их на завершающий галоконцерт фестиваля «Серебряные трубы Павлович». Я прошу прощения на праздник «Сызранский помидор». — Ну, спасибо, в общем-то, вы за меня все уже и сказали. Очень приятно было пообщаться. Хотел сказать спасибо всем тем, кто звонил в студию. Вопросы действительно грамотные. Отдельное спасибо Леониду, потому что не так часто люди говорят спасибо. Ну, наверное, так оно и должно быть. Главное, чтобы помидорами не бросались. — Главная оценка, что люди действительно приходят на эти праздники, им это интересно. Если они приходят, то, значит, действительно, вашу работу, она не зря. — И хотелось бы еще что сказать. Те профессионалы, которые к нам приехали, в частности, я хотел привести слова Вениамина Мисоедова, доцента Института военных дирижеров, человека-полковника, музыканта, мультиинструменталист, заслуженный артист России, я не знаю, сколько у него еще званий и регалий, огромное количество, человек, который второй раз приезжает к нам в город и второй раз восторгается двумя вещами — качеством исполнительского мастерства наших музыкантов и нашими зрителями. Вот я бы хотел, чтобы так всегда и было. Ну, а вас, дорогие радиослушатели, уважаемые жители города Сызрани, с огромным удовольствием приглашаю на все наши праздничные площадки, и не только в эти дни. Дворцы культуры, школы искусств нашего города, спортивные сооружения — все открыто, все для вас. Давайте вместе делать нашу жизнь интереснее, красивее и лучше. — Хорошо, спасибо большое, Владимир Николаевич. Я со своей стороны тоже желаю вам всяческих успехов. Желаю, чтобы ваши усилия и старания, и управление культурой не прошли зря, чтобы люди действительно это оценили. Желаю вам успехов. С вами, дорогие радиослушатели, я прощаюсь.